Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вновь приветствовать вас на площадке региональной службы коммуникации Северо-Казахстанской области. И сегодняшняя пресс-конференция посвящена форуму социальных работников. Сегодня у нас в гостях заместитель Акима Северо-Казахстанской области Савкип Киреев Оскар Жаламанович, руководитель управления координацией занятостей социальных программ Акимата Северо-Казахстанской области Миковенко Сергей Иванович, заместитель директора Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Нугуманова Арайжанатана. Слово предоставляется Оскар Жаламанович. Здравствуйте! 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 социальный форум без неправительственных организаций, которые являются нашими партнерами в работе. Целью форума является обобщение накопленного опыта в сфере социальной защиты населения и определение основных ориентиров отрасли, усиление признания роли и вклада социальных работников на современном обществе. Во время проведения форума планируется изучить опыт работы, обсудить перспективы развития целой социальной работы с учетом особенностей регионов, уделив особое внимание современным технологиям оказания профессиональной помощи лицам с инвалидностью, пожилым, бездомным, жертвам бытового насилия, а также торговлю людьми. В повестку первого форума социальных работников включены такие актуальные вопросы, как менеджмент в социальной сфере, подготовка и повышение квалификации социальных работников, расширение участия некоммерческих организаций в оказании специальных социальных услуг, поддержка волонтерства и благотворительности. Также в рамках форума будет проходить республиканская выставка «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане». Это уже в пятый раз проводится. Ежегодным Министерством труда и социальной защиты населения проводится конкурс социальных проектов в целях оказания поддержки лицам с ограниченными возможностями и улучшения качества жизни социально выязвимых категорий населения. В конкурсе принимают участие общественные организации, объединения инвалидов, физические лица и коммерческие структуры, неправительственные организации и иные учреждения, ведомства, считаясь деятельностью в рамках системы социальной защиты населения, независимо от источников финансирования. 19 июля этого года состоялся областной конкурс, где было представлено 19 социальных проектов. По итогам конкурса победителем был определен проект «Социальная услуга на колесах», автором которого является у нас Ебраев Валихан. Данный проект предусматривает обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, малообеспеченных многодетных семей для облегчения их жизнедеятельности в быту. Ну, соответственно, победители нашего конкурса представлять будут нашу область на республиканском конкурсе. Сейчас уже 14 августа по 12 сентября и проводится онлайн-голосование на сайте Министерства в рубрике «Голосуй за лучший проект». Поэтому в этой связи мы тоже хотели, чтобы наши земляки ознакомились с данным проектом, ознакомиться можно на сайте Министерства с данным проектом и проголосовали за нашего представителя, то есть за Ебраева Валихана и за его проект. Также на форуме планируется обсуждение проекта концепции дальнейшей модернизации системы целого социального обслуживания. В рамках программной статьи «Взгляд в будущее» модернизации общественного сознания Министерством была разработана данная концепция дальнейшей модернизации системы социального обслуживания. Прежде всего, что она предполагает? Во-первых, обеспечение доступности услуг населия. Следует признать, что сегодня НПО в основном работает у нас в городах, то есть в частности у нас в областном центре. Для решения этого вопроса необходимо привлекать сегодня у нас более активно частный сектор. Во-вторых, чтобы стимулировать участие частного сектора, планируется пересмотреть тарифы на услуги и стандарты. Они будут разработаны с учетом реальных фактических затрат как государственных медико-социальных учреждений, так и неправительственных организаций. И, конечно, за счет конкуренции, мы думаем, будет повышение качества оказываемых услуг. Поэтому конкурентная среда в системе нашего оказания услуг сегодня незначительная. То есть у нас мало неправительственных организаций, которые сегодня участвуют в данной работе. Также рассматривается повышение заработной платы и пересматривается будет сам механизм финансирования. При этом организация социального служения новых условий будет базироваться на солидарном участии государства, гражданина и семьи. Спасибо за вступление. Сергей Иванович, вам слово. Уважаемые участники, проект концепции разработан в рамках мероприятий по дальнейшей модернизации всей системы социальной защиты населения нашей страны. Что включает в себя концепция? Она включает в себя семь направлений основных. Первое направление – это создание малых домов социального обслуживания, в первую очередь в сельской местности. В настоящее время мы направляем наших престарелых, инвалидов в дома-интернаты, в которых численность опекаемых где-то колеблется от 120 до 400 с лишним человек. Естественно, стоит вопрос, чтобы создавать дома небольшие и в первую очередь в сельской местности. Потому как те дома-интернаты, которые у нас имеются, они в основном расположены в городе Петропавловске или в районных центрах. Это первое. Можно здесь сказать, что сегодня проблема в медико-социальном учреждении, проблема очередности в нашей области нет. То, что касается интернатного учреждения общего типа, что касается интернатного учреждения специально психо-инвалидов, у нас нет такой очередности, как, скажем, в других регионах. Да, эта очередность снята. Вопрос в том, чтобы учесть психологические особенности, особенно старшего поколения, они не хотели, допустим, ехать в Семерново или в Таиншу, а где-то поближе к своему дому, где они жили, работали во время трудовой деятельности. Далеко не уезжая, так скажем, от близких своих друзей и так далее, коллег по работе. Второй компонент расширения, которого требует участие в социальном обслуживании, это, как уже было сказано, скажем, роль неправительственных организаций. Мы их вовлекаем. У нас две неправительственные организации вовлечения на сегодняшний день. Но требуется расширение, значит, укрепление их именно через госзаказ, через усиление тарифов, через дифференциацию и заинтересованность, естественно, этих неправительственных организаций в социальном обслуживании. Значит, следующий компонент – это открытие отделений дневного пребывания. В основном дома-интернаты у нас, значит, стационарного типа, а вот полустационар, или как называемое дневное пребывание, у нас такая уже практика имеется. Мы в детском открыли на 45 мест, мы в Зоноском на 10 мест в городе Петропавловске. И в дальнейшем эта работа будет продолжаться, концепция это предлагает и поддерживает. Также предусмотрена концепция по данному первому направлению в целях расширения создания так называемых мобильных услуг. В чем их суть? Служба создается, которая будет выезжать, в том числе в отдаленные населенные пункты, для доставки не только, допустим, протезно-оркопедических изделий, средств технического назначения для инвалидов, значит, для престарелых, а также оказание соответствующей конституционной работы, разъяснение, оказывание помощи в сборе документов. Значит, эта служба мобильной услуги будет работать в составе социальных работников, а также работников почтовой связи. И еще раз повторяю, направлено на оказание самообслуживания, обслуживания социального в отдаленных населенных пунктах, самых отдаленных населенных пунктах нашей Церкви-Казахстанской области. Таким образом, это позволит увеличить охват, дифференцированно подойти, значит, и улучшить качество оказанных услуг именно в сельской местности. Второе направление – это вот обновление стандартов оказания. То есть, все то, что делается в направлении оказания социального обслуживания, должно быть обличено в соответствующую нормативно-правовую базу, нормативно-правовые акты. Стандарты и регламенты, значит, где будет четко определено, что делает социальный работник пошагово, что делает, какие обязанности на себя берет, значит, тот, на кого направлен данное социальное обслуживание. Это тоже улучшить, значит, и контроль с одной стороны, с другой стороны качество тех услуг, которые оказываются, потому что будет, ну, скажем так, легче проконтролировать действия и социального работника, и самого получателя. Ну и третье направление, то, что уже, как я вам сказал, в совершенственной тарифной политике. Сегодня практически финансируются бюджетные программы, значит, а дифференцированного подхода нету. А услуги ведь и обслуживание, оно совершенно разное, поэтому будут тарифы для, значит, обслуживания общего характера, специализированные услуги, ну, допустим, услуги логопеда, невропатолога и, значит, там психолога, они, конечно, имеют разную стоимость, разное время, разные затраты, значит, вот период оказания данных услуг. Ну и, надо сказать, это вот новизна концепции, поэтапно будет надеяться монетизация самообслуживания, социального обслуживания. Что имеется в виду? Сейчас мы оказываем эти услуги, ну, скажем так, натуральным вещам. Через госзакуп предоставляем слухопротезную помощь, слуховый аппарат, костыли, протезы, значит, коляску инвалидную и так далее. А, значит, это не дает, скажем так, гибкости вот в этих действиях. Поэтому будет оказываться через монетизацию, по заключению комиссии будет выдаваться социальная карта во избежание нецелевого использования данных средств. И потребитель будет именно вот целевым образом получать самообслуживание социальное по данной социальной карте, значит, по тем или иным видам технического обслуживания или оказание услуг, значит, вот в услуговом поле. Вот это вот новизна. Но это будет поэтапно, значит, и не на все виды. Ну, четвертое направление, вот мы называем ее ребрендинг, социальная служба местных исполнительных органов. То есть полностью будет перестраиваться служба местных, значит, органов соцзащиты и будет, во-первых, переход от заявительной формы к выявителю. То есть мы ждем, пока придет инвалид, престарелый, скажет, я хочу в дом-интернат, я хочу получить такую-то услугу. А вот здесь несколько другого. Будет социальный работник выезжать, беседовать, выявлять, но и оказывать соответствующую помощь данной категории в оформлении документов, значит, в объединениях в единое дело. Потому что, ну, без дела, без документов, значит, социальное служение не осуществляется, а вот такая помощь, она, я думаю, будет очень вместна для потребителей услуг. Поэтому вот это очень важно. И второе, то, что будет, в принципе, одного окна. Сейчас, допустим, адресная помощь социальная назначается отделом, предустройство, центром занятости. Все это будет объединено в единое целое. Значит, и потребитель не надо будет ходить по каким-то учреждениям. Все в одном месте можно будет реформу сделать. По принципу одного окна это предполагает, значит, данный проект концепции. Ну и пятое, это немаловажное направление концепции, это кадровое обеспечение. Естественно, что качество услуг, качество обслуживания зависит от кадра. Значит, будет пересматриваться полностью система профессиональной подготовки, переподготовки социальных работников. На сегодняшний день у нас их более 800 человек. Они проходят у нас аттестацию и профессиональную переподготовку раз в 5 лет, сокращается до 3 лет. И в целом будет система, значит, подготовки, переподготовки краткосрочная в течение постоянной работы данных социальных работников, которые будут заниматься социальным обслуживанием. То есть полностью в соответствии с образовательными стандартами будет эта работа перестроена. Шестое направление – это формирование единой информационной системы социального обслуживания. Что это такое? Это на каждого заявителя, на каждого участника социального обслуживания будет заведена электронная индивидуальная карта получателя услуг, где будут внесены все обстоятельства жизненной трудной ситуации, в которую он попал. Мы имеем в виду, что старость, доходы ниже прожиточного минимума, инвалидность и так далее. То есть это мы называем трудной жизненной ситуацией. Это все будет описание. Дальше все действия местных исполнительных органов, всех служб, которые занимаются данным работником. То есть будет по накопительной системе все это накапливаться в электронной базе получателя услуг. То есть здесь уже, скажем так, подочередности получения данных услуг, даже тоже чередность кое-где есть, значит, по мере поступления заявлений. Поэтому вот это антикоррупционный момент и, значит, позволит автоматизировать данные действия социальных работников. Ну и, естественно, она будет интегрирована с другими информационными системами, это очень важно, то есть с пенсионными накоплениями, с базой инвалидов, ЦБДИ и с другими информационными системами. Мне надо будет ходить, получать справки, можно тут же сразу получить, значит, через соответствующий модуль, справку, что у него инвалидность, получить его доходы, если есть, ну и так далее. То есть все данные о данном гражданине при обращении его на социальное обслуживание. Ну и седьмое направление – это совершенствование нормативно-правовой базы. Вот то, что предполагает концепция, должно быть, значит, отражено в соответствующих законах и других нормативно-правовых актах. В первую очередь, это закон о специальных социальных услугах, закон о социальных инвалидах Республики Казахстан, закон о занятости и так далее. То есть все эти нормативно-правовые акты будут внесены в соответствующие изменения. Ну и, как я сказал, скажу раньше, это данная концепция, это проект, но он будет обсужден на форуме социальных работников. Значит, там будет принято решение, значит, с внесены в соответствующих изменениях. Она сейчас постоянно обсуждается, вносится в нее предложение, меняется, значит, на различных уровнях, значит, как органов власти, так и общественных объединений. В 2015-е годы нахванында мүгедектердің құлын қорғау тұралы конвенцияны, ратификациялы тұралы саны күшін егенді. Бұл конвенция, біріншіден, мүгедектерді кемсетушілікті жоуыуға бағытталған. Сонымен қатар мүгедек жандардың ең бекетуге, білім алуға, денсаулығын қорғауға, және де қоғамда болып жатқан үш жараларға ең қатарлық қатысуына бағытталған. Осы конвенцияны ратификациялыған мемлекеттер мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, инфа құрылымдарға жергесіз күріу мүмкіндігін жасауға мүндетті. Департаменттің қалықта әлеметті қорғау бөлімі облыс өңіріндегі мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бейін делмеген нысандарды тек серуге құқылы бар. Бұл нысандарды ұзаңды және жеке тұлғалардың өтінші бойын жады тек серуге құқылым. Кроме табу, 12 февраля 2016-го годы аделің медико-социялық сөзі ақазу өзі композитныя ұстылғы в рамках реализации 10 практических шагов Министерства здравоохранения. Что это означает? Композитныя ұстылғы. Это когда человек приходит, услугополучатель приходит в первичные отделы медико-социальной экспертизы для установления инвалидности и получает в этом же месте услуги по назначению государственного социального пособия, специального государственного пособия. Если это ребенок инвалид, то родители, опекуны и попечители имеют право обратиться за назначением пособия воспитывающего ребенка инвалида. Если лицо, которому установлена инвалидность, является участником системы социального страхования, то имеет право предоставить документы на социальную выплату по утраде трудоспособности. То есть в одном месте человек имеет возможность получить несколько услуг. Данная услуга удобна особенно для тех получателей государственных услуг, которые проживают в отдаленных сельских населенных пунктах, которым приходится приезжать в районные центры за получением услуги. С момента введения композитной услуги 3208 выплат были оформлены путем композитных услуг. Кроме того, отделы медико-социальной экспертизы в случае нахождения инвалида в стационаре либо на дому выезжают на место, проводят освидетельствование больного. Если освидетельствуемое лицо находится в местах лишения свободы, то также эксперты выезжают туда и проводят комиссию. Касательно социальной защиты, то из средств эспубликанского бюджета лицам, получившим инвалидность положено, назначается, выплачивается государственное социальное и специальное государственное пособие опекуна, попечителям, родителям, воспитывающих ребенка, детей и инвалидов. С 2010 года внедрено пособие, воспитывающего ребенка-инвалида в размере одной минимальной заработной платы. Если лицо, имеющее инвалидность, является участником системы социального страхования, то из средств государственного фонда социального страхования выплачивается социальная выплата по утрате трудоспособности. Все эти выплаты в порядке, определяемым правительством, повышаются ежегодно. К примеру, государственные социальные пособия по инвалидности с 1 января 2016 года были увеличены на 25%, в текущем году с 1 января были повышены на 7%, и существенные изменения произойдут в 2018 году. С 1 января 2017 года глава государства в послании поручил пересмотреть структуру прожеченного минимума, а все государственные социальные пособия назначаются от кратной величины прожеченного минимума. Соответственно, увеличивая прожеченный минимум, автоматически увеличиваются размеры государственных социальных пособий, пособий, воспитывающих детей и инвалидов, и базовые пенсионные выплаты. И с 1 января 2018 года размеры государственных социальных пособий повысится до 15%, до 16%. Таким образом, социальная поддержка нетрудоспособного населения проводится поэтапно и адресно. Ежемесячная потребность составляет 7 миллиардов, и, как вы знаете, с 1 июля по поручению главы государства мы увеличили размеры пенсионных выплат, базовых пенсионных выплат, и у нас потребность увеличилась на 600 миллионов. И, соответственно, в следующем году также будет уже потребность больше 7 миллиардов, так как будут увеличиваться как размеры государственных социальных пособий, так и пенсионные выплаты. По концепции о дальнейшем она начинается пенсионной системой. С 1 июля планируется пересмотр размеров базовых пенсионных выплат, которые будут исчисляться, пересчитываться в зависимости от трудового стажа и стажей участия в накопительной пенсионной системе. Время нашей работы подошло к концу. Благодарю вас за активное участие, вас уже и гости за предоставленную информацию. Всего вам доброго и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова